Рабочая встреча. Общероссийский народный фронт Нижегородской области и правительство региона говорят о насущных проблемах. Транспорт, расселение аварийных домов, социальные выплаты, контроль за ремонтом дорог и охрана объектов культурного наследия. Активисты ОНФ и правительство региона совместно ищут пути решения. А вот один серьезный экологический вопрос пока остается без ответа. Это утилизация автомобильных аккумуляторов. Сейчас неизвестно, куда сливают кислоту из батарей. Такие компании нужно выводить из тени. Всего представители ОНФ сформировали более 20 предложений для улучшения региона за последние полгода. Вице-губернатор Евгений Люлин заявил, что в ближайший месяц инициативы будут проработаны в министерствах и переданы главе региона Глеба Никитину. Мнения нижегородцев будут максимально учитываться при формировании комфортной городской среды в Нижегородской области. Теперь жители региона смогут проголосовать за понравившийся вариант благоустройства еще и в интернете. Это позволит учесть мнение большинства нижегородцев. В ряде районов есть достаточно большая проблема, что администрация может быть делает и хорошие проекты, но не согласовывает его или в недостаточной степени согласовывает с местными жителями. Это неправильно, это и нарушение закона соответствующего, ну и соответственно необходимо более плотно взаимодействовать с жителями, чтобы люди сами участвовали и говорили, доносили свое мнение, что они хотят видеть. Можно будет по каждому объекту настраивать параметры, ну например, что вам более важно на этом объекте, детская площадка или спортивная зона, вы сможете сделать приоритеты и когда проектировщики будут заниматься уже непосредственным проектированием объекта, они будут видеть и фактически мнение жителей будет являться неотъемлемой частью технического задания. Тот, кто не пользуется современными девайсами, тоже сможет отдать свой голос. Решено также чаще проводить встречи минимум четыре в год. Александра Шеломцева, Время новостей.